Ну, мораль, она всегда была, так сказать, она была разной, не существует единой морали, но есть единственная, на мой взгляд, мораль. Она записана много веков назад в книге под названием «Новый и Ветхий Завет». Это некий свод законов и правил, по которым должно существовать любое общество. Если мы не… Закон – это да, закон само собой, но внутренний закон, он важнее всего остального. Если человек безнравственен и аморален, он может соблюдать закон, но от этого он не станет человеком. Это будет некое существо, так сказать, подчиняешься неким законам, потому что за ним сразу последует наказание. В чем отличие морального закона от того, что наказание – это предиод, и обязательно оно будет гораздо страшнее, чем там 10-15 лет тюрьмы. Вы знаете, как бы то ни было, вот говорим, Советский Союз, Советский Союз, да? Но вот я вспоминаю это время, мне довелось в это время жить, там все-таки были какие-то нормы. Хотя вот, как бы ни казалось смешно, коммунистическая диалога ведь полностью списана с Библией. Там те же самые каноны, те же самые законы, ничего другого никто лучше не придумал. В чем смысл искусства, телевидения, да, всего, поэзии, литературы, искусства, да? На чем держится нация? Почему 19-й век мы называем расцветом, да, русской культуры, русской литературы? Потому что была некая мораль, вот та мораль, высокая мораль, что общее, скажем так, да, гораздо, то есть отношение человека к человеку гораздо важнее, чем все остальное. Честь, совесть, да, это были понятия, незыблемые понятия, честь офицера, да, честь человека, оскорбил честь, иди на дуэль, и умри, раз ты оскорбил. Вот когда человек 10 раз задумывается, но это опять же, это мы говорим как устрашение, да, человек всегда понимает, что он за подлость может ответить. Чем он сегодня отвечает за подлость? Сегодня это так называемые западные либеральные ценности, ну, правда, не приемлю. А, хотя, по-моему, Черчич сказал, что ли, что демократия там дерьмо, но лучше, почему-то никто не придумал, да. Но дело не в этом, там есть те демократические ценности, которые пытаются сегодня нам внедрить, да, они чужды для нашего менталитета, они в искусстве для нас чужды. Показать голую задницу, да, это у них новаторство, там, еще чего-то, значит, изгаляются как могут, переписывают Чехова, Толстого, им кажется, что они умнее. А кто тебе дал право, кто тебе дал право, ну, напиши свое и ставь. А что же ты, кто дал право вот так изгаляться над гениями, в конце концов, мы же понимаем, что они гении, и поэтому мораль является основой. Что для этого нужно? Опять же говорю, должна быть идеология, она должна быть общечеловеческой, основанных на вечных и незыбленных истинных заповедях, да. Я сейчас говорю о светском государстве, я не призываю ни к чему, но потому что там все, весь этот кладезь коммуникации между собой, людей в обществе, там все есть.